Всем привет! Сегодня первая встреча, которую Антон называл клубом по проектному управлению. Мы здесь собрали людей, которые, как мы считаем, разделяют мнение о том, что любая крупная компания с определенным уровнем зрелости, должна следовать некоторым методологиям ведения проектов и должна обладать навыками, которые помогают эти проекты выполнять в срок, ну то есть сделать так, чтобы эти проекты были успешными. То есть наша цель с сегодняшней встречи сделать так, чтобы мы разговаривали примерно на одном языке, чтобы у нас была примерно одна терминология, чтобы мы примерно одинаково понимали, как ведутся проекты и к каким целям мы стремимся. Также вообще такая глобальная мега-цель – это не просто управление проектами ради проектного управления и использование какой-то методологии, которая является модной. Мы считаем, что основная цель заключается в попытке сделать так, чтобы большее количество проектов было успешным. Есть разные оценки того, что является успешным проектом. Некоторые авторы, ну либо опытные управляющие проектами считают, что успешный проект тот, который был завершен в срок, ну то есть его срок выполнения был превышен, например, в два раза. Те, которые уложились в бюджет и те, которые не сократили значительно скоп проекта, то есть при этом в два раза. Можно ориентироваться на эти показатели, но я думаю, что в процессе ведения проекта мы эти метрики сами определим. Ну и, собственно, слава Антону. Саша правильно рассказывал, почему, например, все мы здесь собрались. И скажет из вас, причастен к ведению проекта в нашей компании, непосредственно вы являетесь теми людьми, которые способны достигнуть тех результатов, тех целей, которые Саша обозначил как наши основные цели. Плюс вы являетесь, в сути, теми людьми, которые готовы привнести что-то новое в этот процесс. От вас будут больше всего идей, как этот процесс улучшать, что он может совершенствовать. О чем мы вообще с вами будем говорить? То есть эта встреча не единственная, у нас будет серия встреч, я думаю, на какой-то регулярной основе. Мы будем определять с вами, что же такое проект менеджер в нашей компании, какими функциями обладает, что вообще означает этот ролик, как нам взаимодействовать с другими отделами, с другими людьми, как нам взаимодействовать внутри нашей команды. Плюс я думаю, что у каждого из нас есть свой бэкграунд, свой опыт на какие-то определенные навыки, и на этих встречах мы сможем этим опытом подмениваться, как-то его консолидировать и объединять какую-то общую методологию в общую картину управления проектами. За счет этого, как раз то, о чем говорил Саша, мы планируем улучшить само качество управления проектами, вывести его словно новый уровень, подключив сюда лучшие практики, которые существуют в мире проектного управления. Ну и в конечном итоге у нас должна появиться какая-то общая методология, общая реклама, как мы ведем проекты для того, чтобы достигать опять же этих целей, чтобы количество успешно завершенных проектов стало на порядок больше. Ингред, начнем мы... Точнее, сначала традиционный слайд с проблемами, почему вообще эта тема возникла. Я бы выделил, наверное, те проблемы, которые пришли к нену. Понятно, проблем, которые мне решены сейчас достаточно много, ну, по крайней мере, остановимся вот на этих четырех. Сейчас, на мой взгляд, у нас нет общего понимания, что же тоже такой проект менеджер в нашей компании. Каждый человек, который ведет проект, он действует на основе тех внешних обстоятельств, которые складывают его роль, а не сам двигают свою роль в массу, условно. Есть описание, я проект менеджер, если мы с нами без нас, я их выполняю. Все с этим согласны, все поддерживают эту картину. У нас, к сожалению, такого сейчас нет. Поэтому каждому приходится в некоторых случаях говорить, я, ребят, проект менеджер, я вот за это отвечаю. В некоторых случаях могут говорить, а ты за это отвечаешь, что вот это делаешь, что, в принципе, тоже не упадывается в управление проектом. Вторая проблема, которую выделил, у нас есть некоторая разобщенность между бизнес-частью и технической частью. У нас есть определенная постановка из штаб-квартиры, которая приходит к нам, мы делаем какой-то продукт, в выходе оказывается, что мы делаем не то. Хорошо, что это узнается, что на этапе постановки, и как постановка меняется. Самый плохой вариант, когда мы узнаем об этом, в ночь пересдать продукт, и потом сидим и оставшиеся несколько дней, которые мы смогли с силой выпить на переделку по ночам переделывания. Третья проблема, что каждый PM, руководствуясь своими какими-то навыками, сам опытом ведет проект по своим. Нет какого-то обмена информации, нет обмена практиками, нет закрепления каких-то выводов по результатам совершения проекта, что вот я использовал этот подход, он и на классно сработал. А вот этот вход, допустим, не сработал, эта вещь у нас плохо приживается. Возможно, кто-то у себя фиксирует эти выводы, но опять же, я насколько знаю, обмена такой информации сейчас нет. Ну, черта проблем, которые я выделил, мы сейчас не понимаем, что значит завершить проект. То есть, условно, есть дедлайн у большинства проектов, дата сдачи, в лучшем случае идет отчет заказчику в американской услуги, готовность в промо-материал, проект в том, посмотрите, окей. Все говорят, да, окей, хорошо, спасибо, все готовы, нормально. Как бы мы считаем, что проект закончен, другие люди считают, что проект не закончен, и мы продолжаем предлетние афички. С точки зрения проектного управления, это одна из важных составляющих, именно завершать проект, освобождать ресурсы, которые были задействованы на этом проекте, фиксировать дуэдбэд на этот проект. Если возникает доработка, мы открываем особо новый проект и ведем. Это как новый проект. О чем поговорим сегодня? Это некий вводный семинар, для того, чтобы, как Саша сказал, мы говорили с вами на общем языке, в общих терминах, чтобы у нас общее понимание, к чему мы движемся, и каким принципам мы будем руководствоваться в нашей деятельности. Немножко расскажу о методологиях проектного управления, какие методологии существуют в мире, какие мы можем использовать в нашей практике, какие не можем, какие мы возьмем за основу, какие отпустим. Небольшой хинт здесь, что я расскажу о методологии, которые выработаны организацией PMI, будет наша основная методология, почему это так, я объясню чуть позже, и будет чуть-чуть практической части домашней работы. По подходам у меня на самом деле всего один слайд, но он содержит достаточно информации, чтобы немножко обобщить, сориентировать в вашем мире проектного управления. Условно все подходы делятся на два вида. Тяжелые или легкие. Тяжелые подходы, которые регламентируют чуть ли не каждый ваш шаг к поведению проекта, и они в большинстве случаев применимы к любой отрасли, к любой сфере, где есть управление проектом. Строительство, какие-то госзаказы, IT. Эти методологии, как правило, описывают все эти разные области и дают какие-то базовые рекомендации, общие рекомендации, как правильно вести проект. Но, тем не менее, они достаточно детальны и проработаны. Но против LERK, их ключевая особенность в том, что они концентрируются на том, что надо завершить проект, завершить проект в определенные сроки, с определенным бюджетом и с определенным убором работ. То есть у вас изначально есть рамки, в которых вы действуете. Внутри вы можете руководствоваться разными принципами, но ваша основная цель сдать проект в те отговоренные лимиты, которые были на старте. На против, легкие методологии пришли чуть позже, по факту. Всем известная гайка, джайлд-гибкие методологии, которые позволяют доставлять продукт конечному пользователю, не ограничивая себя какими-то дополнительными и лимитирующими факторами. И они концентрируются на самом продукте, не на сдаче конкретного проекта. Всем известен Scrum, который говорит о том, что ребята, мы доставляем изменения конечным пользователям большими итерациями. То есть мы не знаем, когда завершен проект, мы можем это определить условно по скорости поведения каждой итерации, по объему работы, которую мы выполняем в рамках этой итерации. Ну, точную дату, когда мы сдадим проект, мы не знаем. Она меняется в зависимости от темпа разработки. Но зато мы каждый цикл поддаем вам какую-то фичу, какой-то условный набор функционалов. Почему я выбираю за основу PMI в данной ситуации? Потому что у нас большинство проектов как раз имеет лимиты. У нас есть таймлайн, когда мы должны сдать этот проект. Это либо какая-то конференция, либо какой-то анонс заказчику, либо просто требование бизнеса, что ребята, мы хотим через день и неделю анонсироваться, запустить этот продукт, пожалуйста, подготовьте к этому сроку. Вот этот проект. У нас, по правилу, есть лимиты на ресурсы разработчиков. У нас есть общий пол ресурсов, который мы делим между проектами. И от эффективного разделения этих ресурсов зависит конечный результат этого проекта. Плюс, как правило, у нас заранее известен скоп, не всегда это так, но по большому счету мы можем зафиксировать, что мы делаем в рамках этого проекта, с какими результатами мы его сдаем и отбросить то, что мы делаем на втором шаге или на третьем шаге. Почему выбрал PMI и CRD всех тяжелых подходов? Потому что, наверное, это самый популярный стандарт, который придерживается большинство проект-менеджеров в мире. Другие стандарты, которые я там описывал, они имеют более локализованный характер. Принцип 2 это английский стандарт, у них все в этом микрософтский. Изначально внутри микрософта развивался тоже, что он продерживается, но PMI это, условно, стандартная индустрия. И ребята, которые получаются в PNP, высококотируются именно в сфере проектного управления. Стандарт очень большой, Арсений говорил, что он начинал его изучать. Сколько там? 21, да? Сколько там? 29-28 различных процессов. Огромный объем материал представлен достаточно в таком академичном суковом виде определение, подходы в таких общих формулировках опять же для того, чтобы стандарт был применим к разным отраслям. Я попробую сегодня в очень жадном виде рассказать его суть, его канву, как он построен, чтобы у вас был какой-то каркас, на который вы можете дальше опираться и не наращивать ваше знание по этому подходу, по этой методологии. три основных компонента, три основных базовых принципа этого стандарта. Первый стандарт, как я уже немножко рассказал, это троиственное ограничение, сроки, бюджет и содержимое проекта. Второй важный принцип, что у проекта есть определенные стадии, которые должны обязательно порядка быть осуществлены, у каждой стадии свой набор процессов, которых надо придерживаться и проект должен быть конечным. Есть дата окончания, дата дальше и закрыть. Третий принцип, который явно в PMI не формулируется, но он в неявном виде проходит через все процессы, это принцип проактивности и вовлечения команды в весь процесс. То есть тракт суть, что команда участвует во всех этапах жизни проекта. Сейчас я остановлюсь на этих трех принципах, раскрою их чуть подробнее. Пожалуйста, на ограничениях думаю у вас особо вопросов нет. Есть треугольник, в рамках которого мы действуем. Треугольник определяется на старте проекта и наша задача удержать проект в рамках этого треугольника, в рамках этих ограничений. Внутри мы можем применять все, что угодно. Хоть спорам, любую гипотовую методологию можно взять и внутри использовать. Важно, чтобы мы не выходили за рамки этого треугольника. Раскрою сейчас более подробно второй момент это стадии жизнедоцикла проекта. InDive выделяет 4 и иногда 5 я здесь написал 4. Первый там понятие внутри инициализация проекта заключается в том, что мы договариваемся со спонсором, договариваемся с заказчиком о том, что этот проект мы его стартуем. Дальше понятно длительная процедура планирования, определение скопа работы, определение плана, определение того, кто будет делать этот проект. Дальше естественно выполнение контроля. Здесь их иногда разделяют на две стадии, но я поместил в одну, потому что мне кажется, что это связанные вещи. Ну и финальная стадия завершение закрытия проекта. График представляет стоимость затрат по ведению проекта в зависимости из стадии. То есть мы видим, что предельная стоимость возрастает на этапе выполнения строительства, что в принципе понятно. Чуть-чуть более подробно раскрою каждую из стадий. Основные принципы, основные методы, которых мы придерживаемся на каждой из этих стадий. инициация проектов. В первую очередь нам надо определить, что это за проект, что мы делаем в рамках него. Нам надо четко зафиксировать цели, которые мы хотим встить, решая этот проект и ключевые задачи, которые в рамках этого проекта рассматриваются. Это важно для общего понимания, что мы получим в результате. Второй момент, сейчас, к сожалению, у нас в практике отсутствует, мне кажется, это очень интересная вещь, это реестр заинтересованных лиц. Это те, на кого оказывает влияние ваш проект. Необязательно этот человек может влиять на ваш проект, но проект может влиять на него. Выделяют три основных группы лиц и четвертые и прочие. То есть у проекта обязательно есть спонсор, тот, кто выделяет ресурсы на реализацию этого проекта. У проекта обязательно есть команда, те люди, которые управляют этот проект, есть заказчик, условно пользователи, те люди, кому мы сделаем этот проект, кто будет им пользоваться. Заказчик пользуется иногда разносит это, если это принципиально разные группы лиц. У других включается весьма обширная группировка людей. Это и эксперты внутренние, внешние, это какие-то регулирующие органы в отрасли, если они присутствуют, какие-то прочие люди в компании, на деятельность, которых влияет результат этого проекта. Третий момент на стадии инициации и это заключительный момент на стадии это формирование устава. По сути, это некий договор между продпроцент-менеджером и спонсором о том, как будет делаться этот проект, в какие сроки. То есть здесь мы очерчем треугольник, который мы рассказывали раньше. ранее. Мы фиксируем цели, мы фиксируем в рамках какого скопа мы делаем проект, мы фиксируем какие ресурсы, какой бюджет у нас на этот проект выделим. Также в уставе часто присутствуют другие блоки, но они не обязательно. Это трейдер базовый. После того, как устав условно подписан, мы приступаем к стадии планирования. Здесь если получится определить команду в этот момент в первую очередь, то лучше это сделать, потому что команда поможет вам в всех остальных процессах. Если нет, придется условно либо приблигать к помощи экспертов, либо действовать самому. Мы определяем набор работ. Три ключевых момента. Формируем матрицу требований. Это по сути те функциональные требования от разных людей, от разных заинтересованных лиц в этом проекте, что надо будет учесть, что надо выполнить в рамках этого проекта. То есть ключевой момент. Мы не просто спрашиваем заказчика, что ты хочешь, а мы сходим ко всем заинтересованным лицам, которые мы ставили на предыдущем этапе, спрашиваем, а что вы хотите от этого проекта, какие у вас ожидания. Я знаю, что ваш проект влияет на вас, как вы хотели бы, чтобы мы этот проект сделали. Собираем все максимальные требования, которые мы можем учесть. Второй момент, мы эти требования грибируем и строим дикую концепцию, как в итоге должен выглядеть наш проект, проработанный по функциональным блокам. И третий момент, зная концепцию, зная набор функций, мы декомпозируем опять в обратную сторону наш проект, получая набор задач, что нам надо сделать для того, чтобы этот проект стилизовать. после того, как у нас есть эта архитическая структура работы, набора задач, мы можем приступить к построению плана. Опять же, кранг разбил на три основных части, поэтому определяем, какая работа зависит, от какой другой работы, мы строим с собой график. Второй момент, мы для каждой задачи определяем ресурс, определяем, человек, кто это будет делать, потому что от этого зависит сроки, от этого зависит график. У людей с отпуска, у людей разная производительность, у людей разные навыки, разные квалификации. И имея все это, мы определяем продолжительность работы, строим уже календарный график, когда, какие сроки мы этот проект сдаем. После мы в итоге имеем диаграмму гамма. И еще момент, который мы как правило пускаем в наших проектах, это отрезок рисков. По сути, это те вероятностные события, которые могут произойти вашему проекту, и как повлиять на него. Это не обязательно негативно, это могут быть и позитивные моменты. Но главное требование, что эти события не произойдут 100%, это некая вероятностная не могут произойти или могут не произойти. Наша задача зафиксировать потенциальные события и оценив их значимости, их влияние на проект, продумать планы реагирования на эти события. Что будет, если, что надо делать, чтобы предотвратить эти события, и что надо сделать, если вдруг оно все-таки случилось, несмотря на наши старания. Переходя третьей стадии управления проектами, отмечу, что продвиж менеджера на самом деле здесь вовлечен очень сильно в процесс, то есть не надо думать, что мы ставили план, завидим диаграмму Ганты, и у тебя она дальше самовык-то развивается, делается, нам надо потом только собрать результаты и дать заказчику. Менеджер на этой стадии очень плотно работает с командой, плотно работает с заказчиком для того, чтобы проверять, насколько ожидания заказчика совпадают с тем, что происходит при реализации этого проекта. Остаем от планов или наоборот и переживаем, что у нас с ресурсами, что у нас мотивация команды. Плюс важная работа с коммуникациями это работа с темой ресторан заинтересованных лиц, чтобы понять, не упустили ли кого-то, вдруг появился кто-то новый, кто пришел и тоже заинтересован в нашем проекте. И последнее, но не менее важное, это работа с рисками, то есть мало составить реестр, надо постоянно его обновлять, смотреть, вычеркивать оттуда уже либо случившиеся, либо события, которые никогда не случатся, добавлять новые риски, которые мы выявили в процессе реализации проекта. И последняя стадия заключается в том, что мы должны завершить проект с точки зрения трех идей. Это заказчик, спонсор и средство менеджер. С точки зрения заказчика мы должны провести процедуру задачи приемки, то есть мы должны получить опруф на то, что проект сдан, он принят согласно тому уставу, который мы зафиксировали на первом шаге. С точки зрения спонсора мы должны вернуть те ресурсы, которые были включены в этот проект. Сказать все, эти люди больше на проект не работают, можно их переключать на другой проект. Формальная процедура завершения спонсора. Третье момент, с точки зрения менеджера. Мы не просто даем проект обсуждать ресурсы, мы фиксируем результаты проекта, мы наполняем общую базу знаний, мы улучшаем сам процесс с точки зрения опыта, который мы накопили на этом проекте. И третий базовый принцип PMI, как если мы до него добрались, и здесь всего лишь один слайд, но тем не менее принцип достаточно важный, это принцип проактивности команды работы. Разбивается на две ключевых мысли. Мы вовлекаем команду в каждый процесс, мы не пытаемся в одну голову построить план, оценить сроки, контролировать, мы привлекаем команду к оценке планирования, к сбору функциональных требований и композиции. Команда должна максимально повеличена в этот процесс и понимать, что происходит с проектом. А не просто вы приходите с планом и говорите ребята у вас сроки и у вас задача пожалуйста делайте. И второй важный момент, мы стараемся решить все проблемы до их наступления, условно капитанский принцип, но он достаточно важен. Он тоже неявно проходит через все процессы, например в списках я уже говорил мы стараемся у нас есть отдельная плана как мы эти риски предотвращаем до момента их утепления. Теоретическую часть я закончил, я хотел предложить вам небольшую домашнюю работу по вашему проекте который у вас сейчас есть. В первую очередь как говорил стандарт P-Mite достаточно большой и просить прочитать вас его сейчас не имея никакого морального плава, поэтому я предлагаю вам книжку которая сжатой форме содержит все стены тезисы которые я вам сегодня рассказал более подробно раскрывает. Книжка не позволяет напомнить на 100 страниц в ПДФ рекомендую с ней ознакомиться для того, чтобы опять же у нас были общие понимания тех процессов, методологий которые мы стараемся будем стараться продерживаться и общие термины общие изготовки и по вашим проектам я хочу чтобы вы сформулировали два документа это устав проекта и резер заинтересованных лиц я специально не даю вам шаблоны как это можно сделать потому что все зависит на самом деле от предметного с тех проектов где вы стараете применять я хочу посмотреть какие документы будут число чтобы понять какие принципы вопроса если возможно из всех вариантов составить какой-то один общий составить шаблон для того чтобы потом все вместе исследовать наверное это все что я хотел вам сегодня рассказать я уложился за 20 спасибо есть ли какие-то вопросы есть какие-то поддержания замечания я не знаю можно обсудить какие-то определенные кейсы я не знаю я не хочу переводить в клуб анонимных алкоголиков но если есть какие-то реальные кейсы которые вам показались сложными или интересными или был проект я не знаю какой-то риск не учредить можно сейчас попытаться это обсудить если интересно у меня есть вопрос что такое проект в нашей компании в какой момент какая-то задача является проектом вообще этот вопрос поднимается наверное первым в формировании методологии управления проектом что является проектом вашей компании ответить на него в одном производстве не очень тяжело есть нормальное определение я думаю мы должны вместе договориться более того нам надо договорится будет о том какие виды в нашей компании потому что для разных проектов есть разные подходы есть проекты исследовательские и у них одни рекомендации как и выполнять есть проекты упоняются регулярно с понятным набором задач с понятным набором процессов в рамках этих проектов, они его подняют совершенно другим образом. Поэтому очень просто ответить на твой вопрос не смогу, но скорее я полагаю, что мы можем считать проектом те задачи, которые мы помещаем в данный мест SmartShift. То есть это те проекты, которые требуют вовлечения нескольких функциональных команд, это те проекты, у которых есть ограничения во времени выполнения, или в бюджете, или в скопе, у них есть условно понятный жизненный цикл, то есть у нас есть дата старта проекта, есть дата завершения проекта, что это не длинная какая-то процедура, это не развитие определенного продукта, это именно добавление какой-то большой фичи, например, или построение прототипа какого-то нового продукта, которого мы до этого еще не делали. Вот примерно так. То есть три принципа я отметил, да? Как происходит выделение командовыми проектами? Как решается ресурсов? Опять же это все будет зависеть от очень многих факторов, от того, как построено управление проектом в компании, какими договоренностями и правилами придерживаются люди, которые участвуют в проектах, какая организационная структура в компании. Я сейчас не сторонник того, чтобы убрать стандарт и насильно применять его, я за то, чтобы брать текущие процессы, которые есть, и пытаться их улучшить с помощью тех рекомендаций, которые есть в стандартах. Например, если у вас есть проблемы с распределением ресурсов между проектами и приоритизацией, мы смотрим, что рекомендует стандарт по этому поводу, и берем то, что нам подходит. То есть мы не в обратной ситуации, что у нас есть стандарт, мы пытаемся реальную ситуацию подогнать под этот стандарт. Я сейчас прямо не готов ответить, как нам улучшить этот процесс, потому что я еще не пытался это перемирять с нашей текущей ситуацией и очень глубоко не погружался именно в эту составляющую проектного управления. Кроме того, отмечу, что это не проектное управление, это некая составляющая проектного офиса. Это условно порфиль проектов, когда ты между проектами распределяешь ресурсы. Это уже немножко другая тема. За рамком проекта у тебя как правило понятная команда, которую ты управляешь. Здесь, в зависимости от того, как интересует конкретно кейс, то есть уже текущая ситуация, то есть не теория, о которой мы говорили в первой части, а конкретно применительно сейчас, как компания происходит. На самом деле, в отделении команды, я считаю, что такого устоявшегося процесса нет. Понятно, что у нас сейчас в рамках структурных подразделений у каждого человека есть определенная сфера функциональная, за которую он отвечает, то есть та сфера, в которой он наиболее компетентен. И PM, когда начинает проект, то есть он составляет скоп, определяет требования, прорабатывает решения, он понимает, что это затрагивает те или иные сферы, то есть там API, фронтенд, я не знаю, ядровые системы. И у него уже в голове возникают определенные люди. То есть вот я сейчас перечитал, вы наверняка в голове там сразу же понимали для себя, кто мог бы этим заняться. Конечно, есть определенный элемент переговора, когда PM подходит к руководителю этого отдела определенного, в котором работает нужный ему человек или люди, и договаривается, что мне вот там в течение этого месяца потребуется человек на неделю. Вот, кто-то ему говорит, да, окей, давай посмотрим, это неделя или неделя, посмотрим, задаваясь с тобой задачу, задача посмотреть, дайте себе это неделю или две. Все, PM все это записал, потом планирует задачу, он определил уже исполнителя, определил труд и затраты. Дальше нужно определить срок. Он накидывает эти задачи с маршир в теорограмму Ганта, и возникают ресурсные конфликты. Вот сейчас я, по сути, рассказываю то, как мы планируем уже, наверное, второй квартал. И после этого, ну, не знаю, садимся вместе и определяем, какая задача более приоритетная, какая менее приоритетная. Приоритетная задача я считаю, что легко определить просто лишь потому, что мы всегда и сверяемся со стратегическими целями компании. То есть мы знаем, какие задачи в хэдпоттерстве определены как наиболее важные. Все. Мы смотрим на эти задачи, ставим наши задачи в тех отделе, технические задачи выше, те, которые соответствуют стратегическим целям задачи, ой, стратегическим целям компании, и с меньшим приоритетом, те, которые касаются, не знаю, развития инфраструктуры и т.д. и т.п. Все. Соответственно, с этим приоритетом мы выставляем уже конкретные сроки в задачах. Таким образом мы решаем присутствующие конфликты. Ну и добавлю, что в контексте этого вопроса спонсор является ключевой фигурой на проекте, потому что менеджер в первую очередь у спонсора говорит, слушай, вот у меня людей не хватает, надо что-то делать. Или у меня людей забирают на другой проект, забирают как-то это, проблему решим. А спонсор кто в нашем случае? Спонсор-то владелец ресурсов, то есть Александр. Есть еще другой, Александр. Но в любом случае, Саша у нас первый человек, к которому мы обращаемся до подобных проблем. Если там уже проблема не решается в рамках нашего отдела, мы смотрим дальше, как можно решить. Сейчас мы не можем идти в бэконт-разработчик для логина. Это проблема. Есть разные способы решения, но сейчас мы пока не можем решить. Спонсоры заказчика это получается разное? Разное, спонсор подает тебе ресурсы, заказчика, кто-то, кто тебе предстоит проект. А этот проект является участником проекта? Он не входит в команду, он, условно, в ней... Спонсор-то, да. Спонсор не входит в команду. Это внешние люди по отношению к проекту. То есть проект стоит внутри, это команда, которая делает этот проект. И project manager, который является следующим ценом между командой и внешним людьми. То есть снаружи это спонсор, снаружи заказчик, а снаружи другие изнутри самолитики. То есть я пытаюсь понять нашу цель вообще вот этих встреч, то есть определить некие общие правила игры, то есть начиная получается от project manager, ну project manager, команда, то есть вот эта часть, то, что находится вне, как-то их вот эти вот правила вообще касаются, они должны им следовать и прочее. Вопрос хороший, потому что успех методологии зависит, в первую очередь, от принятия методологии всеми участниками. Вот я поэтому начал с того, что является ли участниками проекта спонсор или заказчик? Они не являются участниками, в смысле, они не являются участниками проекта, потому что они входят в сон в интерес, разинтересованных кризисах, которые формируешься. Они влияют на проект проект, влияют на них, с точки зрения являются участниками, но они не являются исполнительными этого проекта, сути. Если бывает о технологии говорить. Алексей сейчас спрашивает, а с чего нам лучше начать? Я предлагаю начать с себя. Нет, я не спрашиваю, с кого нам лучше начать. То есть мы сейчас просто обмениваемся опытом, и я вот пытаюсь понять, как бы вот этот обмен опыта, какие, как бы между кем или людьми это будет в итоге происходить. То есть либо внутри, ну, исполнители, да, так условно говоря, или он будет как бы распространяться, какие-то, ну, как-то вне. Как минимум внутри точно распространение вне, я надеюсь, мы сможем по этому прийти. То есть, по крайней мере, те договоренности, которые мы будем придерживаться, которые влияют на дальнейших людей, да, будем стараться для них относить, согласовывать. Ну, я не говорю, что мы сможем полностью вовлечь всю компанию в этот процесс, но, по крайней мере, мы этого пытаемся сделать. Ну, что как-то сам понимаешь, что проект не только внутри этих отделов происходит, есть очень много действий, которые нам надо взаимодействовать, чтобы успешно его выполнить. Ну, да, то есть конечный этап проекта, мы можем сказать, это там, интеграция этого проекта, использование этого проекта каким-то партнером. Мы без участия в каких-то сейлс, ленджерах или наших изделов эту проблему не решим. У нас пользователи, конечно, не всегда, как партнер игровой, мы можем управлять проект внутренний. Можно ли у внутренних проектов, насколько я поняла, меньше приоритетов? Просто вопрос в том, если они не примут правила игры, то проект не будет считаться ничего. Если никто не будет пользоваться продуктом, то... Наши смены в задаче перейти к этой методологии, задача сделать большой, ну, практический шаг к тому, чтобы хотя бы перечитать то, что сейчас есть. Сейчас есть одна из проблем, то, что в этой общей схеме не, мне кажется, мало затрагивается. Это в том, что одновременно ведется большое число проектов, и команды, они по факту перемешаны. Поэтому есть проблемы, могут быть проблемы, точнее, с мотивацией. Это один из факторов, который указывали. Антон указывал мотивацию со стороны проект-менеджера, в том числе это мотивация спонсорства и так далее. Это уже вопрос приоритизации. И здесь отдельный момент еще интересный, то, что ты говорил. Сначала идет создание команды, а потом определение сроков и так далее. У нас же по факту наоборот. То есть мы определяем состав проекта и говорим, что вот конечная точка. Предполагаем, что нужны нужны какие-то, какие-то люди, они приходят и начинают делать. От этого тоже нужно немножко уходить, но по факту нет ощущения, что мы готовы, например, сделать в этом направлении шаг, что мы готовы команду определять до того, как мы знаем состав проекта и так далее. То есть мы не готовы сказать, что вот нам нужно, ну, не знаю, там, собрать ноутбук. Вот у нас команда 7 человек. 7 человек сидит, думает, определяет затраты, сроки, планы и говорит, что вот ноутбук в конце будет вот такой. Сроки, там, не знаю, изготовления 4 месяца. У нас в другую сторону раскручивают. То есть мы сначала определяемся там в проект, а потом уже идем от определения команды и смотрим условно, там, по заполненности ресурсов. Но если на, говорю, проблема, которую я здесь вижу, у нас нет цели прям внедрения, там, PMI или еще чего-то. Есть цель, как бы, используя эту методологию, сделать несколько правильных шагов в правильное направление. Ну, исходная цель была, случайно, такая, что нужно, как бы, обмениваться опытом и нужно именно действовать одинаково, чтобы проекты все, ну, условно говоря, чтобы все четко понимали и знали, как вообще построить проект, ну, с точки зрения его продвижения там и, ну, жизненного цикла. Есть очень много нюансов, как ты ведешь проект. Можно улучшать разные нюансы. Понятно, что дополнительные какие-то регламенты, они, ну, скажем, немножко угрожают разработку проекта, потому что надо тратить время на определенные процедуры. И важно, чтобы вот это удорожание, оно покупалось эффективностью, экономическим эффектом от тех изменений, которые получаются благодаря исследованию этого регламента. Я не говорю, что мы, условно, завтра объявляем, что у нас у проекта 5 стадий, мы обязательно должны 5 стадий проходить, если мы в эту стадию не прошли, мы ко вторую не приступаем. Понятно, как оно не заработает. Мы пойдем по пути у постепенного улучшения то, на что мы можем подправлять прямо сейчас с внесением вот этой идеи самого проектного управления другим лицам, которые участвуют в проектах, и постепенного улучшения взаимодействия с ними, построения процессов, в которых включены эти виды. В крайней мере, мы можем часть тех людей, которые находятся в этой комнате, и уже сейчас что-то именить лучше, не дожидаясь там общего принятия всей компании, там, кого-то стандарт. Тут на самом деле важно начать себя, то есть вовлечение команды это не является. Это очень важно, но если мы проектную деятельность заменим просто на процесс вовлечения всех, вот, некую методологию, то мы на этом все и закончим. Вот, допустим, мы сейчас ведем проекты, каждый ведет по-своему. Сейчас речь идет о том, чтобы, не вовлекая, может быть, пока что всю, абсолютно команду, то есть прям всю компанию в эту методологию, начать хотя бы внутри разговаривать на одном языке, хотя бы стараться, следовать, не знаю, лучшим практикам, пытаться составлять, например, план, пытаться составлять план коммуникации, то есть заранее думать о том, с кем будем коммуницировать, как будем коммуницировать, как часто будем отправлять отчеты, зачем они вообще нужны, почему, например, отправленный отчет важен, не отправленный отчет, это плохо. Как, например, управлять рисками. Стоит ли их заранее продумывать или не стоит на это тратить время. Эти вещи, наработанные людьми, они считают, что это best practice. Мы можем что-то отбросить и сказать, что мы не будем использовать, нам это не нужно, как бы это бюрократия лишняя. А можем сказать, давайте этот минимум мы будем использовать, и мы считаем, что нам будет проще общаться. И мы будем считать, что не будет вот некой там нервотрепки, когда подходит дедлайн, мы должны задавать проект. И вот накопилось куча проблем. Это вот как некий такой мусор, который мы могли бы предусмотреть заранее, а нам приходится его выносить уже в конце проекта. Об этом речь. Я добавлю еще пару слов про домашних в том, что я чувствую пустил этот момент. Почему я прошу сравнивать в первую очередь именно эти документы? Устав позволит вам понять, для себя зафиксирует, по крайней мере, те договоренности, которые у вас были с заказчиком по вашим проектам. То есть, что вы должны задать при результате этого проекта? Условно, чек-лист. Вы можете потом в любой момент к нему пройтись и понять, все вы сделали для того, чтобы этот проект сдать или нет. Без функционалу имею ввиду. И зафиксирует для себя срок. Условно, я задаю проект 14 апреля, чтобы у вас было понимание. Вы зафиксируете какие-то дополнительные вещи. То есть, подумайте, что бы вы включили в устав для того, чтобы дальше развивать проект спокойно, не опасаясь изменения функционала, изменения постановки, в которой он может прийти. То есть, это устав, по сути, это для project managers некая защита, некая гарантия того, что он может спокойно этот проект делать, не боясь серьезных изменений. С этой точки зрения, подумайте, что бы вы этот документ включили. Второй момент по аресту рефиксированных листов, почему я лучше его сделать. Это важный момент для того, чтобы понимать, на кого именно сейчас повлияет ваш проект. Возможно, вы кого-то упустили. Возможно, вы с кем-то не поговорили и вы не учли его требования. К примеру, сейчас у меня есть проект SEO Network. Я точно понимаю, что не допустим, надо сходить в финн-отдел, чтобы поговорить с ними, как же будут происходить выборы, допустим, нашим партнерам, сеткам. То есть, для этого это новый проект на область, мы с ними еще не взаимодействовали. Надо с финн-отделом отдельную тему обсуждать. Возможно, им какой-то инструмент потребуется, какие-то отчеты. Возможно, потребуется кабинет, непосредственно сетка, который будет собирать информацию, с ними надо поговорить. То есть, это тоже заинтересован 0x проект. Это просто внешне, не внутри фирмы, а внешне. С ними тоже надо вести какую-то коммуникацию. И так далее. И список достаточно большой. Надо, по-моему, по network, там, 20-25 позиций получило все, кто участвовал в этом проекте. И важно не забывать о каждом из них. Потому что в последний момент кто-то может прийти и сказать, ребята, вы про меня забыли, вы не учли мои требования, оно, как бы, оно важно. И придется откладывать сроки, нарушать обещания, забирать команду, которая могла уже запланировать. Вот почему этот документ уже достаточно важен. Здесь есть какие-то вопросы, мы будем что-то еще пояснить. Какие нормальные лучшие лучшие? И формат, то есть, я так понимаю, первичные встречи? Сейчас была условно-водная реакция, чтобы все понимали суть происходящего в дальнейшем. Дальше, я думаю, мы чуть больше будем отталкиваться в практике. Например, на следующей встрече я планирую посмотреть совместно, что у нас получилось по обставу по реестру, пробовать сформулировать какие-то базовые требования, как мы можем это вести вместе. Попробуем сформулировать требования базы знаний у проекта, куда мы будем складывать эту информацию, где у нас будет все это храниться. Также, я думаю, разобрать несколько стандартных практических кейсов. Например, кейсы, которые у нас в тестовом здании для Project Manager. Это достаточно интересно. Это, по крайней мере, дают почувствовать некоторые вопросы, некоторые моменты, которые мы не усчитываем сейчас. И дальше постепенно будем выделять те процессы, которые у нас уже сейчас есть или которые отсутствуют, чтобы мы хотели это сделать и будем обсуждать, как же эти процессы улучшить, что мы можем сделать для того, чтобы они работали правильнее и исполнялись теми, кто в этих проекциях. По сути, тема на следующее занятие уже есть. Трактор присылал, что будет дальше, и мы будем вести тему, который работает. Я думаю, что мы закончим. Мы достаточно, чтобы у нас осталось, так что всем спасибо, кто пришел. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо.